ПОЗИЦИЯ 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 И это, скорее всего, статусно. Слышали огромное количество докторов наук, которые вообще все переписали, или для них написали диссертацию, которые свою диссертацию не читали, и вдруг стали докторами наук. Вот против этого, на мой взгляд, президент выступал. Что касается Академии наук, то, на мой взгляд, два или три года назад был нанесен огромный ущерб, когда их распределили на ФОНО, слышали, да, это федеральное агентство, и на саму Академию наук. И до сих пор они оправиться от этого, скажем так, удара не могут. И я думаю, что никогда не оправиться. А вот проблема в том, что все государевые люди пытаются стать докторами и академиками для статуса, это надо пресекать, это президент показал недавно. Ну да, на каждую очередь. Ну то идите, если вы великие ученые, занимайтесь. На самом деле они никакие не ученые, и поддерживать нужно реальных ученых. Так список, да, поддерживать нужно реальных ученых, а список ВРАН, он такой гигантский, а потом там присмотришься, а тех, кто реально там что-то внес, свой вклад в науку, условно, и занимается действительно наукой, там чуть-чуть, потому что все остальное – это статус. Оказывается, что у нас много ученых. Это тоже липовая статистика. Я бы не только, я бы дальше пошел. Всех докторов наук, которые работают губернаторами, тоже отправил работать научной деятельностью, заниматься. Вот, если бы было бы. Ладно, надо проверить сначала у них там, что сколько заимств, не сами они написали, не сами и так далее. Так, вот пишут, у меня знакомые, сейчас, в НИО работают, интересуются семеноводством, кроме него лучшие штаты-институты по семенам не понимают. Кругом одни менеджеры, и они же якобы ученые-селекционеры. Обидно. Но это вот к вопросу о том, что каких-то там профессиональных людей не замечают, или они не могут пробить. Знаете, как наука сельскохозяйственная финансируется в Соединенных Штатах Америки? Там в бюджете написано сколько, по потребности, там не написано даже цифры. А у нас на все образование и науку в бюджете этого года, который будет принят в 2017 году, меньше денег, чем на содержание одного университета США. И вот это характерно. Вы не сможете никакую технологию разработать, если вы не будете вкладывать в фундаментальную науку и в прикладные науки. Об этом все без исключения знают, говорят. Но это как раз и называется структурной реформой, когда деньги надо вкладывать в будущее, то есть в науку. Хорошо, есть же что-то хорошее. Вот, например, в послании к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что у нас доход от продукции сельского хозяйства превысил доход от продажи в оружие. Честно, это хорошо, наверное. Но, с другой стороны, я вам приведу несколько цифр. Например, Бразилия получает не 16 миллиардов, как мы, долларов от продажи, от экспорта сельскохозяйственной продукции, а 105 миллиардов долларов. А Бавария, маленькая провинция Германии, получает 10 миллиардов долларов. Поэтому все, конечно, в сравнении не познается. Хорошо, а в сравнении с предыдущими годами? Может, раньше у нас вообще? Раньше у нас было больше. Больше? Дело в том, что курс доллара, вы понимаете, какой. И цены, вы должны понимать, что цены, мировые цены на зерно, например, падают. И в этот случай ты больше зерна продаешь, но получаешь меньше доход. И я бы больше мерил в объемах. Но вот еще один такой, мы с вами только что про семеноводство говорили. Знаете, какая урожайность в сельском хозяйстве? То есть мы занимаем по урожайности зерновых, чем мы гордимся, производством и продажей зерна, в мире сотое место. То есть у нас урожайность очень низкая. Почему? Ну, давайте, статические данные, кстати, недавно газета ведомости, по-моему, их публиковала, что, например, на тысячу гектар в США приходится 20 текторов и 18 комбайнов. А у нас 4 и 3 соответственно. Мы почему-то уменьшаем покупку комбайнов. Вот если мы в 2011 году получали 20 тысяч текторов и 10 тысяч комбайнов, сейчас мы покупаем, в 2015 году мы купили 10 тысяч текторов и 5,3 тысячи комбайнов. Но зерновые мы увеличиваем. Вот тут вопрос к Росстату. Каким образом, не покупая сельскохозяйственную технику, мы увеличиваем производство зерна, например? Так. Может быть, это приписки все-таки? Приписки? Да. Но тут надо понимать, если вы вкладываете деньги в зерно, ну, то есть в зерновые, то вы должны вкладывать деньги и в удобрения, и в технологии, и в новые сорта в том числе. Мы пока этих денег не вкладываем. Поэтому мы все больше и больше зависим от импортных составляющих во всей технологической цепочке. Поэтому мы реально можем производить огромное количество зерна. Не такие вот там... Например, расскажу, что в 1990 году мы производили 120 миллионов тонн зерна. Российская Федерация. То есть это никакое не... Мы не можем достигнуть уровня 90-х годов прошлого века. Вот. И поэтому горлится тут особо, если честно, нечем. Нечем. У меня 3 гектара земли. Что посоветуете производить, спрашивает слушатель. Ну, честно, на 3 гектарах земли можно производить либо овощные культуры. Ну, это в некоторые годы бывает очень прибыльно. Когда-то совхоз получал на овощах, на рубль вложенный, на вложенный рубль, рубль прибыли. Но каждый год на год не приходится. Или вот, например, землянику, которая, к сожалению или к счастью, пользуется огромным спросом. Потому что та турецкая и греческая, которая приезжает к нам, она, ну, скажем так, невкусная. Почему? Потому что ее собирают полузрелой, потом обрабатывают. Но у нас очень мало хранится. Ну, если вы ее обработаете, она будет храниться и 2-3 недели. А вот земляника свежая, которая, она действительно не хранится, больше одного дня не хранится, но зато у нее вкус и качество такое, что нашу продаем мы, ну, процентов на 20 дороже, чем импорт. Ну, ее очень прям маленький период реализации. Да, это месяц. Но, с другой стороны, понимаете, за месяц мы зарабатываем столько денег, сколько некоторые хозяйства за год не зарабатывают. На землянике? На землянике, да. Серьезно? Вот, смотрите, в этом году мы заработали 270 миллионов рублей на землянике. Например, я скажу, что стадо из 400 голов коров нам приносит выручки 87 миллионов. Ну, смотрите, у вас все понятно, устоявшая уже история. Вот человек, который только начинает, ему же потом надо искать какие-то точки сбыта. Его никто в сети, естественно, не пустит, магазин метро не открывает перед вами двери. Вы абсолютно правы. Главная проблема сельского хозяйства – не вырастить, а продать. Продать, да. И в этой части мы оказались в очень тяжелом положении, потому что реальный доход населения падает. И они не могут купить натуральные продукты, а натуральные, естественно, дороже, чем ненатуральные. Ну, да. И покупают ценой. А что такое цена? Вот, например, скажу, что произведенная из пальмового масла молочная продукция, которой сейчас очень много в наших магазинах, стоит в 3-5 раз дешевле, чем та же самая продукция, только произведенная из молока или жира животного. И поэтому мы проигрываем конкуренцию. Вместо того, чтобы обеспечить равные хотя бы конкурентные условия, то есть объяснять людям, что вот это сделано из пальмового масла, а вот это из молока, а вот это полезно, а это не вредно, но и бесполезно. Государство этого не делает. До сих пор вы слышали, что есть много предложений о том, что нужно на этикетке писать крупными буквами, еще что-то делать. Но пока вот оно не там. И поэтому мы проигрываем конкуренцию. Поэтому молока в России все меньше и меньше. Про молоком отдельно еще поговорим. Очень много здесь разговоров. Во-первых, оно у нас не такого качества. И здесь вот ФАС заявили вообще о мафии молочной. Но об этом через пару минут. 17.45, новости, время читать. Павел Грудинин у нас в студии. Сегодня говорим о сельском хозяйстве. В основном вот знакомый фермер, пишет Станислав, собрал в этом году 3,5 тысячи тонн картофеля. Сбыта не найти. Хорошо, хоть какие-то хранилища у него есть. То есть картошка есть, и урожай. Ну, понимаете, есть разные регионы. Есть регионы, которые с хорошей уроженностью были, и у них избыток картофеля. Есть регионы, которые, к сожалению, не получили ожидаемого результата. Но 3,5 тысячи тонн, мы собираем 5 тысяч тонн картофеля. И в зависимости, где этот фермер находится, у него есть совершенно разная цена. Вот, понимаете. У нас, к сожалению, нет машин, которые бы изотермы, которые бы возили в морозы вот этот самый картофель. Если его везти в окнавленной машине за 300-500 километров, то он, скорее всего, станет сладким к концу. То есть он замерзнет, потом оттает, и вы его уже не продадите. В общем, некоторые продают и такое. Некоторые такое продают. Ну, это несколько другое. Это уже не фальсификат, это уже нарушение. И поэтому, если фермер этот в 300 километрах, у него проблемы. Он должен продать быстро и, значит, по низкой цене. Но если он обзавелся такими машинами, а еще имеет рынок сбыта, например, как вот многие фермеры, рядом находящиеся с Москвой, то тогда у него уже экономика совершенно будет другой. И вот этому фермеру, кстати, очень тяжело попасть вообще, в принципе, на рынок, потому что все захватили либо торговые сети, либо, ну, скажем так, ну, в общем, на рынке не пробьешься. Не пробьешься. А вот об этом же говорит Игорь Артемьев, только применительно к молоку. Это глава ФАСа. Он говорит, что мафия вообще на рынке молока действует в России. Это организованная преступная группа, которая скупает молоко у фермеров по низкой цене. Вот с закупочной ценой на молочном рынке складывается непростая ситуация. Мафия скупает весь товар и уже затем перепродает его потребителей, серьезно повышая цену. То есть ставит фермеров, получается, производителей непосредственно в такие вот тиски. Это неправда. Неправда? Артемьев не понимает, видно, что говорит. Дело в том, что когда ты продаешь молоко, ты продаешь его напрямую переработчику. Ни у кого нет больше емкости для хранения молока, никто не может с ним ничего сделать. Молоко – это товар, который в течение суток надо каким-то образом либо постерилизовать, либо стерилизовать, либо что-то с ним сделать. И поэтому, если он называет переработчиков мафии, то он неправ. Другое дело, что я могу сказать, что у нас цена на молоко выше, чем в Европе. Если пересчитать в евроценты. Я вот только что на прошлой неделе был в Германии, посещал фермы в составе делегации директоров хозяйств. Наша цена на молоко не ниже, а выше. Другое дело, что мы конкурируем не с молоком, а с пальмовым маслом. Поэтому проигрываем конкуренцию. И молока у нас, к сожалению, мало. Вы знаете, что мы покупаем молоко и в Белоруссии, и в Ругвай, где только мы теперь молоко не покупаем. Значит, мы конкурируем с сухим молоком. И поэтому, вместо того, чтобы придумывать сказки про мафию, нужно заниматься регулированием молочного рынка. То есть, нужно сделать так, чтобы производство молока здесь было выгодным, таким же выгодным, как в Белоруссии или в Европе. А для этого есть определенные рычаги, что можно делать. И, конечно, недобросовестную конкуренцию. Убрать с полок фальсификат или хотя бы заставить написать правду на этих пачках. А Артемьев говорит, слушайте, это слишком много работы. Давайте лучше обвиним во всем мафию. Любое повышение цены, вы услышите, что мафия виновата. Гречка – мафия виновата. Значит, молоко – мафия. Нет, государственная позиция или политика такова, что невыгодно производить определенный товар. Но если товара будет произведено много, ну, это молока, например, то цена на него начнет падать. Это надо понимать. У нас здесь был в студии на вашем месте шеф-повар ресторана одного известного. И он сетовал на то, что у нас молоко не того качества, которое, например, нужно для того же производства сыра. Оно недостаточно жирное, помимо всего прочего. Плюс есть ГОСТы, которые, например, у нас не позволяют производить пармезан. Я могу сказать, что на самом деле это определенный миф. Хотя действительно, у нас очень жесткие ГОСТы. Например, медную посуду использовать для производства сыра нельзя. А в технологии пармезана может быть как раз и медная посуда. У нас очень действительно зажатые административные барьеры. Но что касается молока, вот мы, например, сдаем молоко фирме Эрман. Она покупает молоко и в Германии, и у нас. И мы входим в двадцатку, например, лучших предприятий по количеству жира, бакобсемененности, соматическим клеткам. У нас действительно очень некачественное молоко. Если ты покупаешь импортное оборудование, к сожалению, отечества нет. Мы сейчас поставили роботов, лейли, которые доят коров. Теперь корова с человеком не общается. Серьезно? Да, одни роботы кругом. Вы убили рабочие места? Корм, которые... Да, ну, знаете как, люди не хотят работать доярками, даже если ты большие деньги платишь. Ну, это непрестижная работа. И поэтому весь мир пошел по пути роботизации. Подождите, а вот просто интересно, подождите. А вот коровы, они как-то нормально воспринимают? Дуются, вот видите, надойные, высокие. У нас в прошлом году... Не пинают? Нет. Не отталкивают? Наоборот. Не знаю, нет. Я знаю, что там система... Знаете, какая уж вы поняли. В определенный момент корова хочет, ну, скажем так, и доиться, но одновременно ей там дают корм. Ну, то есть, типа шоколада, комбикорм. Ну, да. И она идет туда, потому что она точно знает, что там очень вкусно. И в этот момент ее робот мягко берет, моет ей вымя, в тот момент, пока она живет свой этот комбикорм, этот шоколад для коровы, ее в этот момент и доят. Но если она пришла второй раз, у нее есть такая, ну, скажем так, считыватель, чип, который второй раз ее робот не принимает. Значит, выпихивает, не дает ее, потому что ей не время доиться. Это все, естественно, на компьютерах, это достаточно дорогое удовольствие, но это позволяет корове, некоторые коровы доятся три раза в день, а некоторые два раза в день, в зависимости от того, какое количество молока она отдает в этот момент. А вы сколько таких роботов закупили? Ну, у нас всего их будет восемь, сейчас установлено уже четыре работы. Это не наши, да? Это Голландия, к сожалению, это фирма Лейли. Ну, есть немецкие роботы. Наших нет. Наших, к сожалению, нет. Ну, вот опять, в науку все упирается, в науку производства. Вот, все упирается в технологии, понимаете? Если мы будем придумывать свои технологии, а для этого нужны ученые и возможности, тогда мы будем действительно не зависеть от Запада. Да, у меня прямо про роботов очень интересно, я о таком еще не читала, не слышала, что про роботы у нас здесь. Я вчера, на прошлой неделе был на ферме в Германии, там роботы стоят уже 11 лет, представляете? А у нас недавно? А мы только недавно стали их ставить. Первые, наверное, года три назад появились. Слушайте, ну, конечно, очень интересно. А много желающих в сельское хозяйство? У нас же тоже есть сельхозакадемия и так далее. Или кадров тоже не хватает? Кадров вообще не хватает. Могу сказать, что мы вот недавно проводили тут в Тимиреевской сельскохозяйственной академии, меня приглашали как работодателя, конференцию деканов экономических факультетов всех институтов, которые готовят, скажем так, сельхозкадры. Представляете, из 19 тысяч выпускников, например, инженерных вузов в сельское хозяйство пришло меньше 10%. То есть люди не идут. Ну, понятно, что государство провозгласило, что крестьянин должен быть нищим. Знаете, как? Ну, да. Она приняла госпрограмму, в которой написала, что зарплата в сельском хозяйстве России должна быть к 2020 году 50% от промышленности. Сейчас средняя зарплата порядка 19 тысяч рублей. Ну, представляете, что это за зарплата? Ну, смешно, да. Это да. Никто же на такие деньги, молодой специалист, пойдет работать. То есть технологий нет, ученых нет, кадров нет. Зато успехи есть. А, да. А успехи есть. Я всегда удивляюсь. Как это так? Ну, это как-то вопреки. Вопреки всему. Какой-то энтузиазм. Ну, вот у нас все время вопреки. Понимаете, денег все меньше, а народ живет все лучше. Полкиломеца, ну, правда, ничего не купишь. Ну, вот, видимо, человек, который обучался, говорит, обучать некого. Нас обучали по старым учебникам прошлого столетия. Вот. Понимаете, как технологии шли так далеко вперед, к сожалению, что наши выпускники не знают элементарных, то есть тех вещей, которые уже на Западе забыли, мы еще только по ним учимся. Вот. И в сельском хаесте происходит революция вообще на самом деле. Революция в семеноводстве, революция в гинной инженерии. Значит, и мы, к сожалению, если не применим новейшие технологии, не начнем разрабатывать свои научные обоснованные технологии, можем оказаться на задворках и будем вечно зависеть от импорта. Вот 97-й еще пишет, а Эрман делает молочные коктейли в Макдональдс. Был на проверке данного предприятия все на уровне. Мало того, у них в рекламе, значит, они используют в том числе и логотип совхоза, потому что мы поставляем молоко Эрману. Эрман поставляет молочные коктейли, в том числе с применением ягод в Макдональдс. И мы стали невольными, скажем, в рекламе Макдональдса участвовали. У вас, в общем, все хорошо, вам можно только пожелать удачи. Хотелось бы, Павел Николаевич, у вас прогноз узнать. Тут еще слушатели спрашивали, когда, как вы думаете, снимут продовольственные эмбарго? Дело в том, что снимут или не снимут никакого, скажем так, влияния на эмбарго нас не оказывает. Для нас оказывает внимание только одно, влияние только одно. Это курс доллара и евро, потому что нам не ввозят продукцию даже те страны, которые не попали под эмбарго по одной простой причине. Продовольствие становится очень дорогим, если пересчитать его в доллары и в евро. Поэтому не эмбарго главное, а главное, чтобы мы производили свою отечественную продукцию в больших объемах и вытеснили весь импорт. Ну и такой вопрос, как вы думаете, насколько овощи и фрукт подорожают к Новому году? Ну, я думаю, что в зависимости от того, какие это овощи. Если это овощи, например, картошка, свекла, морковь, капуста, лук. Нет, огурцы, там помидоры. Помидоры, они подорожают процентов на 20-30. Но, опять же, очень многое зависит от курса. Потому что, когда мне кто-то скажет, насколько вырастет или упадет курс евро и доллар, настолько, я могу сказать, подорожают. Павел Грудинин был у нас сегодня в гостях. Павел Николаевич, приходите всегда в нашу студию. Директор совхоза имени Ленина. Спасибо большое. Спасибо.